ладно давайте отдыхайте расслабляйтесь я сейчас все сделаю почему бы и нет не надо застревать только так аккуратно не падаем аккуратно осторожно вентиляцию ты сюда ладно только вы тут не помрите пожалуйста пока я разбираюсь вентиляции с дверями замками это будет совсем не круто если сейчас выхожу а вместо них там трупы или манекены и еще что-нибудь вы там поосторожнее пожалуйста так вот сейчас опять страшно потому что я опять одна если кто-то выскочит только я надеюсь не долгами хотя богу и только это чучело ну вот не страшно она вроде не агрессивная по отношению ко мне доброго пожаловать проходите я тоже по вам соскучилась давайте заходите давайте не стесняйтесь все проходим где 3 и и и не застревай пожалуйста не богусь я только пойдем фух ладно пока все нормально а ты крутой парень после вас да дамы вперед ну хорошо если вы меня пропускаете я конечно очень большина спасибо за такую честь ладно я пойду вперед ну может быть света очень не хватает не поспоришь вы идете пойдемте ой то где давайте выбираться я совершенно согласна они откуда-то сверху прыгают с ящиков все давайте срочно уходить отсюда добро сиев уходим так то ну и фонари конечно очень подходящий момент съел я же не вижу ничего я здесь и никого там темноте не пристрелила прекращайте когда вы кончитесь серьезно они бесконечные или что давайте уходим пожалуйста по моему они бесконечные просто прорываемся к выходу где выход серьезно все вы живы там все вроде прорвались правда и было слишком много лучше просто пробежать и все иначе даже у них бесконечные патроны закончатся так минутку сейчас я вам освещу путь давайте пойдемте все третий застрял опять где он пойдем все что такое что с тобой да ты в порядке нет он не в порядке и это очень плохо один из наших не в порядке у него начинает крыша ехать на него спасибо спасибо и снова моя благодарность за твое умение открывать двери проходите что-то давит на мозг этим солдатам они не выдерживают но все еще остается шанс хотя бы кого-то вывести давайте пойдемте хорошо он давайте давайте посмотрим что можно сделать ворота отсюда не открыть похоже я не вижу никаких кнопок дверь закрыта ну хорошо покажи ну да спасибо что показал ты очень нежно умеешь обращаться с дверью открывать замки хорошо этого у тебя не отнимешь все пойдем пойдем не отставай сейчас по моему что-то явно случится либо с теми челиками либо с нами либо с этим ладно я сейчас тогда нажимаю переключатель ты прикрываешь на всякий случай ну ладно возвращаемся я и не против не знаю почему правда ты меня так недолюбливаешь я к моему ничего тебе не сделала что предпринять что ты предлагаешь пристрелить его нет что ты бегаешь я не могу но так guys это не означает я не знаю не знаю просто это не выглядит но Я не хотела. Я успела в последнюю секунду его пристрелить, я, конечно, совершенно не хотела этого делать. Я хотела всех спасти, но он уже себя полностью не контролировал, он уже не понимал, что делается. Он, наверное, ну, совсем сошел с ума, я уже не видел в нас своих товарищей, и сам уже не понимал, кто он, где он. Поэтому, к сожалению, наверное, никак нельзя было спасти его в этой ситуации. Потому что сумасшедшие военные гораздо опаснее, чем просто сумасшедшие гражданские. Куча зомби. Может, просто прорвемся? Как вам такое предложение? Не все еще? В кого ты стреляешь? Ой, только не этот уродец, пожалуйста. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Нам обязательно их всех убивать? Может быть, просто уйдем? Нет, они... Ну да, они воняют, они же зомби. Опять бронированы. О, да, неплохо. Не получилось просто так пробежать. Они не хотят уходить, пока они сектор полностью не зачистят. Наверное, привычка безназовская. У меня был план просто пробежать, они предпочли остаться, перебить всех. Ну ладно. Я без них все равно не уйду. Давайте. Всего двое у меня осталось. Четверых. Хотя бы кого-то я должна довести до эвакуации. Не надо, не время сейчас отдышаться. Вот именно. Давай двигай, ты же... Нет! Нет! Теряем бойцов одного за другим. Очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Хорошо, давай. Теперь ты веди. Если ты знаешь путь, ты веди. Стреляю, стреляю. Сюда? Нет. Куда нам? Еще дальше. Давай, идем. Давай, а ты вперед. Давай, а ты вперед. Нет, фонарик. Ну только не сейчас, ну. Иду, иду, иду. Не пойди без меня далеко. Давай, а ты вперед. Спасибо за помощь. Да, хорошая работа, я согласна. Молодец. Я тоже не могу поверить. Давайте свалим, я совершенно поддерживаю эту идею. Хотя бы одного. Нет? Бежим! Нет, не получилось. Не получилось даже одного спасти. Эвакуация провалилась с треском. Так, ну я все еще жива, да? Все горит, все разрушено. Вертолет, конечно, все, вертолет угромты. Где наш товарищ? Он жив еще? О, нет. Ему слишком плохо. О, нет. О! Вертолет, который, конечно, все! Субтитры делал DimaToki. Ну, я не могу помочь. Не субтитры делал DimaToki. Нужно, я не думаю. Я не могу закончить свой объект. Спасибо, мужик, спасибо, что он мне объяснил ситуацию, я отомчу за твою смерть, ой, спасибо за дробовик, он мне свой дробовик подарил еще перед смертью, но я, конечно, догадывалась, что вряд ли у меня придется, точнее, вряд ли у меня получится эвакуироваться, мне придется остаться, чтобы убить финального босса или еще что-нибудь, но я надеялась, что хотя бы этого вот челика я сейчас посажу на вертолеты, он улетит, но нет, нифига, это можно взять, похоже, что нет, он тоже не смог улететь, и пилот вертолета тоже не смог улететь, вообще никто не смог уйти, всю команду перебили, я снова осталась одна, Ну, теперь хотя бы у меня есть дробовик, и теперь понятно, кто главный злодей, теперь понятно, какова наша главная цель, и кого нам следует убрать, и что нужно делать, лифт работает еще? Да, работает А, ну, конечно! По-моему, он просто лживая скотина Он говорит, что он никого не убивал Но я ему не верю Да, по-моему, здесь как раз начинается выбор, точнее, дается нам Две концовки Мы можем попытаться уйти, но делать этого крайне не рекомендуется, потому что это плохая концовка Хорошо, ну, нам намекают на это, нас пытаются несколько раз остановить, двери закрываются, коляски нам переграждают путь, и женщина эта объявляющая говорит, что... И выходи наружу Нам всеми силами намекают, что это неправильная концовка, и я по ней не пойду Я бы, конечно, могла ее посмотреть просто ради интереса, но я не хочу, я пойду сразу по основной концовке Так, это у нас что здесь? Регистратура? Нет, там точно все закрыто, ладно, значит, единственный путь это сюда Ну, окей, допустим Ой, я извиняюсь Я не хотела вас ронять со стула Это та самая объявляющая Получается, она давным-давно мертва Здесь ее труп сидит Значит, она уже призрак, вот Какие дела? Почему у меня фонарик не работает опять? Я бы хотела ее рассмотреть подробнее, но я не могу, у меня фонарик не работает Куда мне идти, я не понимаю А, снова в лифт вниз спускаться, возможно А, точно, просто спускаться вниз, ну ладно Ну, она нас также предупреждает, что дальше будет очень опасно, поэтому лучше нам уйти, но мы не можем уйти, нам нужно двигаться дальше В любом случае, там опасно и там опасно, но если мы попытаемся уйти, там будет верная смерть, поэтому Постараемся выжить здесь Мне туда? Да, мне туда, это уже Скорее всего, путь к боссу, он здесь закрыто И это похоже на Чью-то жилую комнату Кто-то здесь жил Кровать, холодильник, плита По-моему, это тот самый доктор и его жена То есть, эта женщина призрачная, это его жена И это они рядом с домом, который они, наверное, только что приобрели Продано написано Или, может быть, они его наоборот Решили продать, чтобы у доктора были деньги на исследование, я не знаю Но это выглядит, как семейная фотография, и, по-моему, это их фотография Тут есть какие-нибудь записки? Нет Тут есть наброски, рисунки, записок никаких нет, то есть нам ничего конкретно не объясняется Это просто мои догадки, что это женщина-жена доктора Но, мне кажется, по вот этим вот наброскам на стене можно составить картину произошедшего И по фотографиям, что он занимался исследованиями мозга Проектированием разных конструкций для осуществления своих экспериментов, своих замыслов Похоже, он также проводил эксперименты над персоналом больницы Судя по вот этому рисунку Медсёстры, уборщики, другие доктора А вот это то самое устройство, которое мы видели в одном из воспоминаний То есть женщина Мозговые волны Опять это фотография Короче говоря, он спроектировал вот это вот устройство И, возможно, в нём он заключил дух своей жены Или её мозг, или её труп, или её тело, или её астральную сущность, я не знаю Тут ничего нельзя почитать, ничего нам русским языком или английским языком не объяснят Просто догадки Смотровое окно И что-то там внизу В этом ангаре, наверное, то самое, что нам нужно Журнал Ромеро Я слышу, как поднимается лифт Они, кажется, спускаются вниз Я просто надеюсь Что они не испортят этот момент Я слышу, как они у двери И я просто должен что-то там Да, это его журнал Но тут очень много текста Я не буду это всё читать, переводить Я совершенно к этому была не готова Тем более я не уверена, что смогу Но суть в том, что он здесь проводил какие-то свои тайные эксперименты И из-за этих экспериментов Весь персонал больницы погиб И он решил просто нас использовать По-моему, спецназовцев тоже он перебил Чтобы они не помешали его экспериментам Так, ну всё, похоже, я пришла Это уже финал, это то самое устройство Возьму-ка я, наверное, дробовик Сохранюсь и пойдём Это то, что я работал на всю свою жизнь Своей жизнью, это красивый, не дробовик Это красивый, не дробовик Которые биологические цивилизации и в истории В мире пытаются контролировать Мену-ка После каких-то новых изменений Я удастся в более чем-то один раз Вот сейчас я не могу контролировать Своей жизнью, но я не могу играть Смотрите, например О, здесь у тебя есть друзья Не очень-то не очень-то я Но ты Да, и они не могут выглазить он еще издевается не трогать не давай не указываем так что собственно дальше вот эту штуку еще и что происходит срочно рубим эти опоры и 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 е Да попади, да ну хватит. Все, он снова меня отправил куда-то внутрь галлюцинации, собственно. И пока я тут галлюцинирую, меня эти монстры убивают, наверное. Нужно постараться найти выход как можно скорее. Не сюда. Я бы постаралась побежать быстрее, но... Он быстрее не бежит, он не бежит вообще. И это не та дверь. О, она меня снова вытащила, спасибо. Большое спасибо. Так, все очень плохо. Мне срочно нужна какая-нибудь аптечка. О, хорошо. Вот уже теперь все получше. Да помри, ну серьезно, да быстрее перезаряжайся. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Эй, что происходит? Эй, хватит меня бить Что делать? Бежим Так, она разрушает нашу машину И... Но при этом она убивает также толпу монстров Которые за нами гнались А это что? А, это мы видим то, что с нами происходило тогда После пролога После пролога она разрушила нашу машину И мы тут лежим в отключке Дальше что? Дальше приезжает Скорая и забирает нас Собственно в больничку И сразу почему-то в псих-палату И сразу почему-то в псих-палату Да ну серьезно Ну осталась там пара перекладин уже Че? Кажется это было последнее Да, это было последнее И все, мы обрушили это ядро Мы его обрушили и уничтожили О, жопа! О, жопа! Эмилии Эмилии, моя любовь И вверх Вы вернете Я извиняюсь за все что произошло. Я извиняюсь за все. НО! НО! АААААААААА! НО! НО! ААААААА! ААААААААААА! НО! 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 пожалуйста пожалуйста мне было почти не трудно ну вот и конец на нас благодарит и я надеюсь она после этого нас выпустит они убьет за компанию с доктором она же от нас получила то что хотела получается мы помогли освободиться я так думаю что она была в этом ядре заключена после того как она стала ничто точнее после того как мы его уничтожили после того как она разрушилась она освободилась и смогла добраться до своего мужа до доктора который над ней провел этот эксперимент или возможно возможно она не была внутри этого ядра возможно она просто была мстительным призраком вот с определенными способностями но из-за того что ядро работала она создавала какое-то защитное поле вокруг него может быть может просто потому что он мог здесь все контролировать она не могла к нему приблизиться а теперь когда мы сняли защиту а у него получилось и она его уничтожила сюжет мне нравится сюжет очень интересный достаточно увлекательные немного мне напоминает сюжет мира но опять же ничего точно не объясняется нам показывали только рисунки и графики показывали видения хотя нет журнал доктора еще был возможным журнале доктора все описывалось весь сюжет более подробно веселые эксперименты кем ему приходилось женщина и что он с ней сделал в итоге но я не стала все это переводить я не стала все детально читать изучать но так или иначе он был злом он был источником всего этого беспорядка он был причиной того почему все больницы мертвы и мы ему отомстили таким образом мы смогли спастись из дома кошмаров вполне достойный мод от талантливые команды разработчиков вот так большое спасибо им за этот мод большое спасибо им за то что они потом создали in sound mind мой взгляд это вершина их творчества на данный момент но вот тоже был для своего времени очень неплохо большое спасибо вам за просмотр всего хорошего всем пока